Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мы делаем запись «Жития святых» во свете Библии, чтобы люди смотрели открытым оком, не обольщались словами лишними. Вопрос задан о том, были ли в «Житиях святых» примеры, когда людям был голос или что-то, и они выходили на проповедь, вопреки всеобщему мнению, что надо убегать от народа. Иларион, Новый, 6 июня. Блаженный Иларион был сыном Петра Кападокиянина, прислуживавшего при трапезе царской матери Феодосии, людей благочестивых и богобоязненных. В юности он хорошо обучен был священному писанию. Когда ему исполнилось 20 лет, он по евангельскому слову оставил отца и мать, дом и богатство, и сделался монахом в обители Исихиевой близ Византии. Это все по Слову Божию, так и понимали они. Хотя это вопреки Слову Божию. Потом он пришел в обитель Далматскую, принял здесь великий ангельский образ и сделался учеником святого Григория Дикаполита, в то время жившего здесь. Святой Иларион подвязался в послушании, молчании, великом смирении. Он имел работу в монастырском саду и трудился в этом послушании 10 лет. Семен Юродивый, 21 июля. Однажды Семен сказал Иоанну, «Нет, больше нам, брат, нужны оставаться в пустыне. Но послушай меня, пойдем послужим спасению других. Здесь мы только себе помогаем, а награды за помощь другим не имеем. Не апостол и говорит, никто не ищи своего. Но каждый польза другого. И еще угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». 1 Коринфянам 10, 24, 33. «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторые». 1 Коринфянам 9, 22. «Но пришла же такая мысль, а одному из миллионов может быть». Семен возразил ему это. «Поверь мне, брат, что я здесь более не останусь. Но по силе Христовой иду и поглумлюся над миром». И он стал говорить ему, «Я еще не достиг такого совершенства, чтобы мог глумиться над миром. Боюсь, чтобы как-нибудь он не постромил меня, не лишил меня благодати Божией». И что делать? Он не знал, пошел. «Ну как выйти-то? А я еродивым буду». Ну действительно, монах пошел проповедовать. Вот еродивый. И он не знал, с чего начать. А считаем, Марк знал. Заходит в город. Подошва оторвалась. Сандалии дал. Тот начал. Шило соскользнуло, и ладонь проткнуло. Ой-ой-ой. Он ему тоже перекрестил, зажило. Все, это будет епископ. А сын его пресвитером. Здесь не так. И вот они видят, они слышат, прямое повеление Божьей идти к миру. Но не идут. Более упрямых людей на земле, чем монахи, не было и не будет. Они это упрямство выковывали в себе тысячелетия. Даже вот сейчас Христос пришел бы, явно это сатана. Его зовет ангел, иди, какая польза, что ты сидишь. Домашние ждут. И он размышляет, домашние ждут. А то ли обратятся, не обратятся. Нет, это не от Бога. Это сатана пришел. А вот чем дальше гонит этот дух, дух гонит всегда в пустыню. И гонит в пустынные места. Вопрос 1980-й. Сильные ли были те миссионеры, кого канонизировали, и через кого и иноверцы пришли к православию? Ответ. Довольно часто обращались чудом, исцелением или страхом, что убьют их. Кто так поступал, у тех это было не миссионерство, а насилие над свободой в человеке. Бог жаждет свободного человека найти, и потому зовет его. У человека всегда есть выбор. Матфея 11, 28. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Иоанн 7, 37. Иисус возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Симеон Еродивый, 21 июля. Что он сделал? Он взял собаку дохлую, нашел на свалке-то, ремнем ее засыпил и по городу потащил. А дети за ним, и ой, и уродивый. Он этого и хотел. Он не знал, с чего. Начать надо с дохлого пса. Хватайте собаку, тащите по городу. Но сегодня нельзя, сам на педенстанции захватить. Дурдом упекут. Слава Иисусу Христу! Привезли Березовку. Кому можешь, скажи, чтобы пришли, хотя бы два литра взяли в каждый. С Богом! Седший там святой, играл на свирели молитву преподобного отца своего Никона, который того научился, и выгнал ею оттуда беса. Беша, приняв образ малого страшного Эфиопа, побежал в овощницу, и всех там перепугал, и всю посуду перебил. Когда Симеон возвратился, то увидел жену овощника, напуганную и унывающую. Она рассказала ему, какой-то мурин, то есть негр, страшный, яростный, низкого роста, быстро вошед, всех нас перепугал, и всю посуду перебил. А святой сказал ей, это я послал его на вас, за то, что вы не присоединяйтесь к святой церкви. А они держались в ереси Севира. Женщина хотела было схватить юродивого и бить, но он, нагнувшись, захватил горсть земли, бросил ей в лицо и залепил землей глаза ее, крикнув ей, воистину не схватишь меня, пока не присоединишься к моей церкви. А если не захочешь присоединиться, опять придет к вам бурин. Это обращение, это евангельская проповедь. С этими словами убежал из того дома. На другой день опять, в тот же час, бес, как и накануне, в образе Эпиопа, вошел в то же овощное хранилище и сделал то же, что и первый раз. Тогда все живущие в том доме немедленно присоединились к православной церкви. Вот оно и православие такое. Демоны испугались. О Христе ни одного слова не было сказано, но главное набрать количество. Главное, вот как у мусульман, в плен попадали, принимаешь мусульманство, живешь нет, голову отрежем. Вот и обращение. Так же было и у православных. Тот еврей, так как Бог указывал ему путь ко спасению, увидел размоющегося старца и двух ангелов, с ним беседующих, и понял, что он угодник Божий хотел объявить о нем то, что видел в народе. Святой же, явившись ему во сне, запретил кому бы то ни было рассказывать виденное. Еврей же на утро вышел на площадь, не был в состоянии сохранить тайну. Но когда он хотел обратиться к народу с рассказом о Симеоне, тотчас явился ему святой и коснулся его уст, изображая на них крест, и сделал его немым. А сам бежал от него, скачая и играя среди народа, а жидовин оставался немым. Тогда он пришел к святому, кланяясь, и поматыванием головы показывал ему, что он должен креститься. После во сне старец явился ему, говоря, иди или крестись, или оставайся нем. И так крестился еврей. И когда вышел из святой купели, точно стал владеть языком и начал прославлять Бога. Тогда привел он ко святому крещению всех своих домашних. Александр, 30 августа. Цитата. Когда философы собрались в большом счисле и изъявили желание все одновременно вступить в прение с христианским епископом, то святитель предложил им избрать из своей среды одного более мудрого и красноречивого философа и поручить ему вести прение. А остальные же философы могли слушать прение. Невозможно, рассуждал святой Александр, одному человеку переговорить вас всех, кричащих и возглашающих. Философы выбрали из своей среды одного, коего считали более мудрым, и представили его святителю, а сами приготовили слушать со вниманием. Начиная прение, святейший патриарх Александр сказал тому философу, «Именем Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе умолкнуть». И точности философа отнялся язык, и он стал немым, так что не мог сказать ни одного слова. Тогда все собрание философов пришло в страх и стыд, так что одни из них бежали с позором, а другие веровали во Христа. Философ же, лишившийся дара слова, дал знаками понять, что он признает как свое заблуждение, так и правоту веры христианской. Потом он припал к ногам святителей, и тотчас освободился язык его от немоты. Он начал во всеуслышание прославлять Господа нашего Иисуса Христа, после чего был крещен вместе с прочими друзьями своими. Избрал, с кем беседовать, но сначала ему язык отнял. Что тут непонятно-то? Выходит, он боялся этого и знал, что тот победит его, иначе зачем ему? Итак, условия выполнены, один из всех избранный, а я ему сделаю, чтобы он не мог говорить. Ну а какой диспут, с кем тогда? И это прославляется. Вопрос 1981. Вы наставите всегда, чтобы двери квартир, домов были закрыты, заперты, а шторки всегда плотно зашторены. Что-нибудь об этом есть в житиях святых? Ответ есть и неоднократно описывается. Кто не закрывался, те платили дорого и невосполнимо. Матфея 6.6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 10.17. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Остерегайтесь. 1 Коринфянам 16.10. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. И вставь и 20 ноября. Надо двери-то запирать. Один придворный сановник по имени Акелин послал однажды своего раба купить некоторые вещи. Раб знал про этих трех благочестивых юношей, что они купцы, имеют широкую и богатую торговлю, и отправился к ним в лавку, которую я и застал, открытую. Вошедший внутрь, и никого не найдя, он пошел по лестнице, ведущей на третий этаж дома, и услыхал голос Евстафия, считавшего псалмы Давидова. Раб тихо поднялся по лестнице, молча вошел в верхнюю горницу, и здесь увидал Евстафия, державшего в руках псалтыри, читавшего Псалом 96,7. «Да постыдятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь перед ним все боги, высеченные, вырезанные из камня или металла». Кроме того, он увидел на стенах кресты и святые иконы. Ничего не сказав, он точно же возвратился к своему господину и рассказал ему все, что видел и слышал. Акелин немедленно поспешил к императору Максимиану и доложил ему о том, что говорил раб. Точно же были постыны воины, взять и вставь его братьев. Всего лишь только дверь не заперта, открытая дверь. Чем это кончилось? От времен апостольских и христианской церкви сохранился и долгое время держался обычай устроять богослужебное собрание в верхней необитаемой части дома. Деяния сравнить 1,13,14,28. И только при Константине Великом, когда христиане избавились от гонений, то для общественного богослужения стали устрояться храмы. Впрочем, в малом числе они были по местам и ранее. Пантелеимон, 27 июля. В те дни в Некомедии старец-пресвитер именем Ермолай из страха перед нечестивыми, укрывавшийся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеона, когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видев окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божьим, Ермолай вышел однажды навстречу юноше и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий и послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении, о родителях, о Берии и о всем образе его жизни. Эти были сохранены, потому что были заперты. Иоанн 20, 19, 26. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев. Пришел Иисус и встал посреди их, говорил им, мир вам! После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, мир вам! То есть двери заперты должны быть. Иринарх Ростовский, 13 января. И в тот же час от владычного образа было Иринарху извещение. Иди в келью свою, будь затворником, и не исходи, так и спасешься. Павел Фибельский, 15 января. Преподобный Антоний Великий, первый учтитель монашеского жития. Старец пришел в радость при виде пещеры. Но обитатель ее, заметив приближение, Антония запер дверь. Подойдя, старец постучал. Но ответа не было. И он продолжал стоять снаружи и безуспешно стучать. Видя, что ему не отворяют двери, он упал на землю перед входом в пещеру. И молился до самого шестого часа, чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом. Святой говорил, «Отопри мне, раб Христов, отопри! Ведь ты знаешь, что я. Ты знаешь, кто я, откуда и зачем пришел. Ибо тебя открыл то Бог. Знаю я и сам, что недостоин видеть твое святое лицо. Тем не менее не уйду отсюда, пока не увижу тебя. Не скрывай же себя, если тебя открыл мне Бог. Ты принимаешь зверей. Зачем же отвергаешь человека? Я нашел тебя после долгих поисков. И вот стучу, чтобы ты отпер мне. Если же ты не отопрешь, то я умру на твоем пороге, и ты похоронишь здесь труп мой. Вот не мощь, а труп мой. Слово «труп» боятся. Многое другое, говорил он ему со слезами, и укорял его за суровость. Тогда угодник Божий отвечал ему изнутри пещеры и сказал, «Можно ли просить с угрозами или укорять со слезами?» Ты удивляешься, что я не отпираю тебе. Это потому, что ты хвалишься, что пришел умирать здесь. С такими словами святой отпер дверь. И они обняли друг друга, и облабызались, называя один другого по имени. Потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Когда они сели, преподобный Антоний сказал, «Радуйся, Павел! Избранный сосуд и огненный столб, житель всей пустыни». Святой Павел отвечал, «Хорошо, что ты пришел, солнце, просвещающее всю вселенную, наставник спасаемых, уста Божие, населевший пустыню и прогнавший из нее дьявола». Палладий пустынник. 28 января. Вот впереди Павел хвалит Антония, Антония хвалит Павла. Ничего в этом нет особенного. Действительно, они были, но уж такие-то панигерики воспевают, выше ангелов ставят. Преподобный Палладий благоугождал Богу за творчеством. Построив себе на одной горе небольшую хижину и заключившись в ней, он подвязался в непрестанном бдении, молитве и посте. За свои подвиги Бог прославил его даром щедотворений. Эфимия, 16 сентября. Мучителю донесено было о тех скрывающихся христианах, и он повелел всех их взять и представить к нему на суд. Тотчас свирепые его слуги с оружием в руках устремились, как звери на добычу, на собранное Христово словесное стадо. В дом, где верующие тайно служили Богу, окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон, поодиночке, и взяв всех с бесчестием и насмешками, повели к проконсулу. Влекомые, как овцы на заклание, святые смиренные рабы Христовы стали перед гордым учителем, будучи готовы страдать за своего Господа, даже до пролития крови. Людмила, 16 сентября. Сноха ее подговорила двух бояр и послала их в Течин, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти два злодея, пришедшие туда, собрали вокруг себя многих других подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор, самый дворец, где находилась блаженная Людмила. Разломали двери и вошли вовнутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом, блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу в первом часу ночи. Ей было тогда от рода 61 год. Вопрос. 1982-й. У нас много тратится на технику безопасности, а святые совершенно о том не заботились. А они же тоже были люди, хотя и святые. Что? У них на стройках никогда не было несчастных случаев? Ответ. Были и не раз. Но все списывали на лукавого. Инженера по безопасности не садили тогда. Да и беды в том, не видели большой. Умер, Божьей милостью, значит, так и надо. Ни разу не считал нареканий на строительное искусство тех, где завалились леса, купол рухнул, помирали от солнечного удара. Можно было бы голову пробковым мишлемым-то прикрыть, но до него еще две тысячи с половиной лет. Иона 4,8. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить головы Иона, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, не жили жить. 4,4,4,9. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. Иудив 8,2. Муж ее, Манасия, из одного снею колена и племени, умер во время жатвы, ищи меня, потому что, когда он стоял в поле близ, к беззавшей снопы, зной пал на его голову, и он слег в постель и умер в своем городе. Борис, 2 мая. Тогда Святобслав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь, построил он ее до 50 локтей в высоту и скончался. Всеволод, став князем земли русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, точно ту же ночь упала ее вверх, и вся она разрушилась. Афанасий Афонский, 5 июля. Захвативший затем с собой шестерых братьей, он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по неведомым судьбам Божьим провалился вверх последнего и всех уронил вниз, засыпал землей и камнями. Пятеро немедленно предали Богу свои души, а отец и с ним один строитель по имени Даниил остались живыми между каменями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение трех часов или даже больше, «Господи, Иисусе Христе, помоги мне!» «Слава тебе, Боже!» Сбежавшиеся братья с рыданиями и говорами разрывали камень и землю, какими случилось орудиями, а то руками и ногами. И они откопали отца, уже скончавшимся, о Господе, не поврежденного телом, только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила всего разбитого и вынесли их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, который, быть может, кому-нибудь покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни, но на рога в очах Господних смерть святых его». Псалом 118,6, 115. И, главное, заботились, как умер. На стройке упал задавило бесчестное. Для угодника Божия его кончина, о которой ему было неизвестно, явилась виновницей мученического венца. Вопрос. 1983. В каких случаях ничего не нужно предпринимать, но во всем положиться на одного Бога? А где нужно что-то предпринимать, как та лягушка в кринке с молоком? Ответ. Где явно, что силы неравны, и любая попытка изменить ситуацию совершенно ничем не поможет, тут отменно нужно положиться на Бога и выложиться в этой надежде в жаркой молитве, пробившись через брак отчаяния. Но и тогда в житейском плане нужно находить мудрые решения выхода из создавшейся катастрофы. Деяние 27,19. А на третьей мы своими руками побросали с корабля вещи. Давид 26 декабря первосвященник хотел сопровождать царя с ковчегом завета. Но Давид сказал первосвященнику «Возврати ковчег Божий в город и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость перед очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так «Нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной что ему благоугодно». Вопрос 1984. Если даже верить житиям, что все так и было, то, считая про деятельность прославленных святых, можно ли заметить, что их деятельность сходится с требованиями библейскими? Тем ли они занимались там или просто устраивали образцовое хозяйство и молились строя храмы и кельи? Ответ «Да». И как было им не быть образцовым хозяйством? Детей малолетних нет, нахлебников нет, все однополые, а здоровье не стонут, едят мало, и при том постоянный огромный приток дармовой во славу Божию рабочей силы. Тех, которые нагрешили, теперь пришли замаливать свои прошлые веселые дни. Да и от богатых вплоть до царей на монастыре отпускали целые деревни, озера, острова. Труд был тяжелый, но с твердой верой, что это все старицею окупится, ибо он для спасения бессмертной души часто по оброку и по обету. Все делалось на совесть. Воров нет, лодори туда не придут, пьяницы изгнаны. С таким контингентом вовсе уж не худышный прорак мог бы закрывать приличные наряды. Деяние 4.23 Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену преданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в том, в чем он кто имел нужду. Вот такое дело. Не одну десятину, а десять десятин отдавали. Деяние 4.37 у которого была своя земля, продавая ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Филипп, митрополит, 9 января. В продолжение своего восемнадцатилетнего управления Соловецкой обителью, святой Филипп совершенно обновил ее, соорудил в ней две каменные церкви, успение Пресвятой Богородицы и преображение Господня, завел колокола, вместо бил и клепал металлических досок, употреблявшихся для созывания братья на богослужение. Это мусульмане так заставили делать. Воздвиг для братьев двух- и трехэтажной кельи и больницы, умножил и улучшил соляные барницы, главный источник содержания обители, устроил водяные мельницы, завел озера каналами, соединил двор и оленей, осушил болото, сделал просеки в лесах и проложил дороги. В сане игумена Филипп взялся снова известным великому князю Иоанну Васильевичу и заслужил его расположение. Царь пожаловал ему грамоты на разные волости, села и другие владения. Подарил ему богатые ризы, шитые жемчугом, и два покрова на рате угодников Соловецких Зосима в Савате, а впоследствии прислал тысячи рублей на построение Преображенского храма. Два колокола, два золотых креста с драгоценными камнями и жемчугом, и новые жалованные грамоты для подтверждения разных льгот обители. Вопрос 1985. Есть ли какие-то правила, установки, согласно которых, должны называть в честь именно такого-то храма? Вот здесь полное раздолье ответ. Чем успевают увековечившие бизнесмены? Когда они строят храм, то обязательно в честь того святого, имя которого и они достопочтенные носят. Случалось обнаруживать на иконах вполне реальных сегодняшних людей. Этим себя труженики приобщали к той святости, куда они так вожделели попасть. Но без отдачи сердца Христу, хотя и об имена этих храмоздателей были на доске мемориальные выдавлены, и тогда они уже спокойны за свое будущее за гробом. Псалом 48.12. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в роды и род, и земли свои они называют своими именами. Мне приходилось много раз указывать на это. Почему нет храмов в честь Феодота, Иерона, Климента Анкетского, Амфима Некомедийского, а эти люди образец в полном смысле. Они жили по Евангелию, мученики за Христа Даниил Столбник 1 декабря. Благодарны за столь великую к ним милость незлобивого отца. Они соорудили серебра его изображения, на коем они были представлены лежащими на ног преподобного, и были подписаны имена их. Иконы сию они поставили в церковь святого Михаила, архистратива небесных сил. Не разом пещерстве, да, 4 декабря. Таковым благоукрасителем храмов Божий был преподобный отец наш Яразм Инок Печерский. За сие он сподобился получить венец Царствия Небесного. По молитвам святого Яразма, да, поможет Господь и всем украшающим святые церкви получить вечное блаженство в будущей жизни со Христом Иисусом Господом нашим. Александр Свирский 30 августа. Однажды он обходил окрестные местности, ища такой, где бы он мог устроить себе жилище, и увидел красивое место, освященное неким божественным светом, на котором и до ныне стоит монастырь. Когда он находился здесь, и случилось ему однажды выйти из своей кели к озеру, чтобы почерпнуть воды, то послышался уголок с неба, который называл его по имени и сказал ему, так как ты был исполнителем моих заповедей, то за это я соберу к тебе бесчисленное множество людей, ты же не отвергай их, но приимись с простертыми руками и будь им наставником ко спасению. Благословен Господь.